Щенка подкинули, вон. Подожди, Раль, да я покажу. Вон он, малыш. На, мясо, на. Вот так будет до вечера. На-на-на-на-на. Моя любовь. Чё, не бойся, не бойся. Ты ж меня давно саш. Да. Ты меня не укусишь? Ты моя девочка. Ты моя хорошая девочка. Заходи, заходи, заходи. Потихонечку. Опа. Буська. Буська, подруга твоя, сестрёнка твоя. Давай, давай. Видишь, что я тебе подарок сделала. Буська, развелась. Вот это поворот. А можно уже тебя гладить? Серьёзно? Да? Уже с месяц прошло. Буськин уже не боится. Когда спит, то не боится. Ну, она уже привыкла. Она в таких условиях уже сколько дней. Она знает, что мы с ней по-доброму. С моей сестричкой, с вот этим. Пока я не вижу, Пуськин пытается его немножко куснуть. Куснуть, да? Пока я не вижу. Вкусно? Пуськин, вкусно? Аж от волнения потеряла. Какая хорошая девочка у нас. Ну, чё, Пуськина стала ручная? Да? Давай поиграемся. Хочешь покусаться? Бузя, Бузя такая, типа, а чё за мной не играется? У них с Бусей появились, кстати, одинаковые какие-то штучки. Ну, у Пуськина прошло. Видите, вон там заживает уже. Ну-ну-ну, ну-ну-ну. Какая ты стала ручная, да, женщина? Ты стала ручная? Видите, у Буски там не проходит. Ты стала ручная девочка. Ай, ты Пузико-Пузико такой. Всё, сейчас Бусина будет нокаутировать её, да? А для вас этот, как, что я не поняла? Вы по мне ходите, как будто меня и нету, да? Пусик мой, ты красивая девочка, да? Мы всегда удивляли твои вот эти рисунки. Ещё вот там сверху покажи. Вообще красотка, да? Бусь, кого-то там нашла. Ой, какая красотка, какая красотка. Девочка, да? Пусик, моя девочка, всё хорошо. Всё просто прекрасно. Шовчик у нас идеальный. Просто идеальный шовчик. Ты просыпаешься, девочка. Всё прошло, всё. Буду мать. Всё, мы сделали Пусике стерилизацию. Она хвостиком виляет, пытается оклематься. Уже операция как полчаса-часа прошла. Пусик, да, с Бусей вы вместе, да? Мы вместе с Бусей. Ты пытаешься проснуться, моя девочка. Вот она уже отходит от наркоза, виляет хвостиком. Шов у неё будет косметический. Видно, его не будет. И даже, ну, он у него внутри вот такой. Да, Пусик, Пусик, да. Да, вот девочка такая, девочка. Отходит, короче, виляет хвостиком. Больше не будет приносить детей. Ну, я никогда не приносила. Да, очень тяжёлая судьба была у Пуськи. Я потом, когда щупала ребра, когда она уже приручилась, она же была неприрученная, дикая, когда она приручилась, я пощупала ребра и увидела, что одно ребро у неё сломано. И над ней так издевались, её лупили. Она до сих пор очень так относится аккуратно к людям, боится их. Также у неё сломан был хвостик. Это было очень ясно видно, понимаете, да? Как её лупили, что до такой степени, что сломали ребро и хвост. С ней всё хорошо. Я очень плотно занимаюсь тем, чтобы подыскать именно хорошие ручки. Чтобы она не жила на улице, на цепи. Чтобы она жила в хороших условиях, например, как у меня сейчас. Вот сейчас она отходит от наркоза потихонечку. Купила им вкусняшки, потому что они мне стали раздирать уже всё, что видели. Посмотрите, у Пуськи сутки прошли после стерилизации, она как грызёт. Короче, у неё бароня нога, а у этой какая-то штучка. Короче, они так радовались, прыгали так от счастья, когда я это принесла, чтобы они погрызли. Купила переноску. Хорошая переноска, мне нравится. Такая прочная, качественная. Пуськин. Я взвесила даже Пуськину! Сколько она весит? Переноска до 8 килограмм. Килограмм. Холостит она. Вот, рассчитана до 8 килограмм. Пуськин весит 7 килограмм 400 грамм. Да? Да ты моя девочка! Вот, поедет в это переноски. Так что давайте. Пишите, кто хочет забрать. Всё, Пуськину мы отправим с Коля. Да, с Коля отправим, только ещё непонятно кому. Не, ну, уже есть у нас кое-какие координаты, куда. Ну, если найдётся поближе место, то, конечно, поближе. Екатеринбург пока что, но ещё ищем, если кто поближе найдёт. Пуськин, давай, посмотри, какая у тебя переносочка, да? Ему тоже играться получается. Так, не давить, котёнка. Вот как их разлучить, я не понимаю, вот как? Так, как мне вас разлучить, звёзды мои, посмотрите. Бесились-бесились, теперь вместе спят. Вот я вас разлучу, вот что вы мне скажете на этот счёт? Эх, что рассказывай? Рассказывай, какие мы сейчас потягушки делали, а? Ой, ты потягусечки такие, потягусечки такие. Купается во внимании всех, да? Пуськина. Так, ну в кое-то веки мы собрались гулять. Пусик тоже. Все троём. Впервые мы все троём обычно Пусик дома сидела. Вот я им одела ошейники. Всё, одеваю всем поводки, и мы идём. Три-четыре месяца назад мы забрали Пуську еле-еле оттуда. Она ещё очень долгое время была дикая. То есть она была боязливая из-за того, что её лупили. Ей же сломали ребро, ей сломали хвост. Да? Прошлые недохозяины. Хозяины прошлые её. Потом её хотели поджечь, и вот мы её забрали еле-как. Потому что она была мега пугливая. Она орала чуть-чуть. И я её приручила. Она стала почти ручная. Она перестала под себя писаться, когда боится. То есть она абсолютно стала адекватной собакой. Есть, конечно, какие-то нюансы, когда она не хочет на цепи. Например, она орёт. Короче, сейчас мы пришли к тому ровно месту. Впервые в жизни вместе с ней. Она вообще гуляет второй раз в жизни. И пришли к тому месту, где мы её забрали. Вот, смотрите, вот тут она всегда жила. Смотрите, она туда подошла. Помнишь? Пусик, ты помнишь это место? Вот там она жила, да? Сколько времени? Ой, воду открыли. Ну, когда она жила, тоже вода была открыта. Помните, я её в яме тогда кричала. Если помните, напишите в комментариях. Помните, я там встала, короче, и думала, что она в яму провалилась. Пусик, помнишь это место? Она ещё меньше была, чем сейчас. Ай, Пусик, посмотри, помнишь? Она жила вон там внизу под норкой, и там её хотели поджечь. Помнишь или нет, Пуськина? Ой, не пачкай, пожалуйста. Буся, наверное, помнит, конечно. Она вот здесь часто её кормила. Месяц где-то её ходила кормила. Пока не узнала, что её сжечь собираться. Смотрите, как она нюхает. Вспоминай, вспоминай. Я часто боялась, вообще первое время я боялась с ней выходить гулять, потому что она бы пришла и осталась бы здесь. Ну, а теперь мы одна целая семья с Бусей никак не разлива, да? Да? И теперь я не знаю. Ты что, вы что? Чтобы она ко мне вот так подходила, помните, как она от меня убегала, вообще утекала по трубу? А теперь Пуськина. Пуся уже пошла. Пусик, Пусик, Пусик. Её даже соседи тут не подкармливали. Мне сказали, вот с того коричневого двора, сосед сказал, он же тут рядом, напротив жит, он сказал, что её поджечь хотели. Он видел, он вышел на улицу и видел, как они бумажки пихали под низ. Пусика, девочка, посмотри, твоё место. На этой штуке я её, короче, поймала. А, Пусика, ты такая ручная девочка стала. Ой, подруга её лучшая, Пусинат. Пуськин? Красивая девочка. Пойдём. Она даже, мне кажется, не вспомнила это место. Вон тут снег, да? Она даже не вспомнила. Я прям чувствую, что она так посмотрела, типа, что это? Смотрите. Ай, красота какая. Ай, как бегает. Объясняю тем, кто в ютубе. Мы хотели её отдать хорошей ручке. Вроде и ручки нашли. Но потом что-то пошло не так. И в висентуках, да, мы хотели в висентуке отдать. И потом и хозяин уже перестал на связь идти. И я как-то себя уже нехорошо чувствовала, когда думала о том, что я её отдам. Ну, я решила довериться своим чувствам и оставила её. То есть, если я её всё-таки отдам, то отдам только проверенным людям. Только тем, кому я буду точно доверять. А пока, я не знаю, пока она будет дружить с Буся и жить у нас. Может, она всегда останется. Вон она какая. Просто есть одна большая проблема. Если вы знаете, как её подготовить, например, к поводку. Я когда цепляю поводок, я пробовала прошлый раз, один раз в жизни, она же никогда на поводке не была. Она выросла у нас, как в инкубаторе. Когда я ей одела этот поводок, она почувствовала сразу угрозу. Она же ещё не полностью стала, как бусинка. Например, бусинке психика абсолютно нормальная. А у этой она уже пошатанная. И она, мне кажется, уже никогда не восстановится полностью. И когда я одела поводок, она орала, как резаная. Она пыталась убежать. А когда она убегает, получается, он идёт в натяг, поводок. Она, получается, не может убежать. И она начинает кричать ещё громче. Она всю улицу тогда подняла. И дело в том, что я не могу её с цепи снять, потому что она от меня убегает, орёт. Думает, я её убивать собралась. И выходит, что я никак не могу её приручить. В итоге я не знаю, как её приручить к поводку, потому что у неё начинаются истерики, да. И вроде она не такая безвредная, просто бегает вместе с нами. Даже когда я иду сейчас уже далеко, она просто под ногами у меня бегает, да. Но от меня далеко не отходит. И поэтому, не знаю, порекомендуйте, что можно сделать. Потому что всё равно поводок нужен. Она сейчас больше ещё у нас устроится, ослабится. И всё равно сейчас будет за кем-нибудь бегать, да. Поэтому нужен поводок. Поэтому я бустю держу. Если она сейчас велосипедиста увидит, она за ней побежит. Пусть кем будет делать так же. Видите, да, откуда у нас вода прям шпарит. Так много никогда не было. Кстати, года 3-4-5 назад я здесь котят подбирала. В пакете выбрасывали котят. Здесь ещё всё было заросшее. И я слышала, как тут котята плачут. Воды тут периодически не бывает. И большая свалка мусорная. Сюда все люди мусор скидывают, да. Безалаберно. И получается, я отсюда троих котят где-то спасала, потому что их выкидывали в Канаву. А здесь нету города. Здесь вон оттуда вода идёт. Слушайте, я впервые вижу такую полную, да. Ну всё, Пуськина вообще тут впервые. Впервые. Я давно, я три месяца не выгуливалась с ними. Здесь вот по этой дороге три месяца меня не было. Я жила на съёмной. В квартире. А пока... Ты где? Пусика нет. А, ты под ногами ходишь, да? Нет, нет, не надо меня лапать. А то они меня пачкают, и у меня всё потом погрязи, да. Бусинка весит 5 килограмм. Когда мы её подобрали, она весила 4 килограмма. Сейчас она весит 9,5. Всё, запуталась. Запуталась и скулить начала. Да, покажем ребятам. Слушай, я тебя не хочу мучить. Ну ты меня всё... Посмотрите, она меня испачкала. Я, конечно, не хочу мучить, но можно показать, но это будет опять истерики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!